Значит у цей комнаті. Вот собственно у нас отлиты. Кто не пробовал, тута есть. Одне там, это уже три, и отута по-моему. О, хватит спокойно, да? Как? Потом перед разместкой первого ряда газоблока. Сетята 110-115. На доску. Сердце мы будем засыпать сухим песком. Ну вообще сухий-сухий, чтобы хорошо... По 300 гривен метр двадцать. Ну тут метр... Может они думают от корня метр двадцать. Так, друзьяки, всем день добрый. Пробежимся по новостям. Бо всего нового, много. Все потихоньку, все потихоньку. Мы, значит, управились тільки-тільки. Уже у них позачищали и корм порассыпали. Сейчас буду... Соберу навоз. Я распределяю сначала из всех клеток сюда. Ну, цевика зачищаю. С каждой клетки лоток. А я сортирую потом по желобам лопатой на три кучки. И просто три кучки забираю. Оце вечерняя управка. Оце раз кучка была. Оце у нас друга. Друга. И едем. Третья и четвертая. Ну я тут тачку ставлю посередине, допустим. И так и убираю. Оцю. И вот эту. Ну, это я считаю, как одна кучка. Бо воно тут а рядом. Типа тачку ж... Оце вечерняя управка. Ну, как я и сказал, что у меня тачка за... За сутки. Все. Далее два милкуватых. А так все более-менее нормальные. А то, что где одне, где два дробненькие. Ну, я уже думаю, я их буду делать отъем. Я выберу в этих клетках, вот эти там, сколько их, пять штук. И посадю их в отдельную клетку, там нижний сарай для дорачивания. А этих сих крупных переведу в сих в месте на щелях. И этих потом подниму и тоже туда добавлю. Они подтянулись. Просто, что они висят на, получается, на задних молочных пакетах. А там молоко не так много, как в передних. Вот из-за этого. А так живенькие, веселенькие. Видите, он что вытворяет. Пиляку гоняет. Да, вот тут, получается, два штуки. Тут есть. Одне там, это уже три. И вот тут, по-моему, одне. А, тут одне, да. Ну, короче, штук четыре-пять. Есть дребноватеньких. Ось, это ходит. Ось. Оно и хорошая свинка все. Просто на задней цицке из-за этого, как бы, отстаёт. Я их поподтягиваю. Я их посадю на предстарт. Ось эти пять штучек. И подотягиваются. Ну что, еще какие-то дни в десять и будем делать отъем. Это все те, кто оставался в живых. Було, попридавливало, не без этого. Тута придавливало точно. Там придавливало. Это, я не помню, по-моему, не придавило никого. А так все нормально. Гита, зита. Гита и зита. Ось вони. Ростуч. Светленько. Это зитка. Она такая более спокойная. А гитка все время кричит. Гитка темная. Гитка. Столгач. Вот так поподнимались уже. Ну такие, сто плюс. Килограм по сто десять, сто двадцать, я думаю так. Ну, может тут сто тридцать, а та сто десять, сто пятнадцать. Ну, это, кормушка у них всегда полна. И выращать, кричать, а все есть. Ну, это из-за того, что самые такие свинки. Также наши, после последнего покрытия, как мы покрывали искусственно, эти две пока не загульвали. Надо подивиться, когда в них срок. И в этой так безымянной есть у нас две штуки. И подивимся, когда... Ну, оно я и так побачу, если они взорваются, они сразу гулять начнут. Это четыре свинки. Мы отдельно отсадили. Ну, растут потихоньку. Это будущие ремонтные свинки. Мы их никуда не на щеля, никуда. Вы же видите, нема ни одной старой свиноматки. Нема кузи, нема обезьянки, что старое осталось. Всех свиноматок мы переробили и все пошли. И назад уже не возвращается. У нас сейчас получается по свиноматкам одна молодежь. Вот эти все свиноматки, это у них второй опороз. Ну, а эти все только покрыти, будет первый опороз. А это вообще ремонтные. Оставляем их на свиноматки. Тут у нас три кабанчика и одна свинка. Два кабанчика мы точно оставим на 12 месяцев. Я что говорю два, мы хотели всех оставить на 12. Ну, оно будет, во-первых, клетки позанимать. И я думаю двух хватит. Потому что в 12 месяцев, я и так знаю, что будет 300 плюс. И оно тоже много, пока это переробишь. Ну, тоже тяжело. Он здоровый. Я даже по обезьянке поделился, что все равно тяжело, пока это переробишь. Оставим только два на 12 месяцев. А этих всех раньше уберем. И это же две свинки. Сестри этих же, что билегите и згидите. Тоже покрытые. Не взрывались, а не до ничего. Ну, нормально. Я вам скажу таки, они поряд. Такие. Чистоплотные, нормальные, спокойные. Не кричать. Вообще отличные. Ну, и тут у нас тоже четыре свинки. Это получается тоже из этой же партии. Просто их было 13 штук. У барашки оставалось. И мы их поделили. А из 13 штук получается свинок 10 штук или 9. Ну, короче, кабанчиков или три или четыре. А так все свинки. И мы решили всех поголовно оставляем на свиноматке. И всех поголовно покрыем. Это наша волосинка. Самая такая спокойная. Это сестра тюльпана. Волосинка сестра тюльпана и тюльпанша. А это внуки тюльпана. Чи как его? Двоюродние братики? Племянники. Ага, племянники тюльпана. Давай поймай хоть одного. Вот таких. Племянницу поймал. О, бать спокойно, да? Как мамка. Как мамка. Спокойно. Свинка. Свинь. Бежи, бежи. Бежи. Похудали, конечно, трошки, да, волосинка? Не без всего скажи. Но я стараюсь, чтобы корм у них был постоянный и много на Вальві. Корм у них ситный, много соевой макухи, зерновая группа насыщена, то есть едят они хорошо. Там мне звонили и сказали, что, мол, так и так. Там шесть поросят свиноматки, как доска высмактали. Но то из-за того, что вы так кормите свиноматку. У нас вот сколько их тут, я не знаю, штук 12-15. У нас так не высмактует свиноматок, потому что мы кормим очень насыщенную свиноматку. Чтобы свиноматка ела очень хорошо. Идите уже, вот уже. Это мы воду поналивали холодную. И вонак ел, это всегда ждет холодную воду, как мы нальем. И напивается холодной водой, и вот это трохи, как чихает от холодной воды. Тюльпанша у нас тоже хорошая свиноматка, но сама по себе такая зляконенькая. Вот даже трошки дотронуться. Видите? Вона очень уколов боится. Вот это она думает, что ей укол хотят сделать. И если я дотрагусь трошки, все. Вот такая. А безымянно хоть до рани прикладай. И тоже холодную воду. Подождали, что набрали, да, безымянно. И все. И пьют холодную воду. Холодная дошла, и они все ей. А это тоже, как из родичей тюльпана. Думаю, как и вареник. Малый такой бежит. Квадратный. Ого, диви. Вот это мелкое. Видите, оно мелкое, но шустрое. Поднимем. Не таких поднимали. Я отделю их от именно этих 5 штук мелких. И на старте подольше подержу. Ой, на предстарте подольше подержу. И они пойдут. Просто их богатенько в каждой свиноматке. Поэтому, кто на крайних цицках из-за этого. Ну, а так, друзья, у нас по цьему сараю. Купил я бочку. Купил пластиковую бочку на 250 литров. Надо с дяди Саней тоди с понедельника. Ну, получается, чи с сегодняшнего дня, чи с завтрашнего. Будем планировать. Зробим площадку. Поставим 250 литровую бочку. Так само подключу воду. Это все уберу и все. Железно не годится. Ржавее. Внутри собираются. А то все ржавчина, короче. Все таке. Ну, а так, сараи не жарко. Мы на день лампы красные отключаем утром. А включаем аж часов в девять вечера, как начинает холодать. И нормально. А так, векна все открытые. Мамкам жарко. Да, мамкам жарко. Векна открытые, витяжки все открытые. И посмотрите, сколько сарай. Три года, по-моему, поциклирует. У СБ не подгнивало. Представляете? Это свидетельство тому, что нет тут аммиака и мокроты. Все у СБ сухое даже у витяжках. Векна у меня просто. Тут я ж поробил вот таким методом. Тент по бокам. А тут просто на гвоздь загнули все. И оно на них не дует, а чисто поток воздуха. Ну я цей год, если будет сильная жара, то поставлю принудительную витяжку. Бо даже когда сильная жара и проходят опоросы, все равно очень жарко. А я принудительную витяжку туда в стенку поставлю, чтобы на витяг. И она свежий воздух будет смакывать или из дверей, или из векон и вытягивать туда. Ну, чтобы движение воздуха было. Потому что когда жара все стоит, то все равно жарко. А так вот сейчас нормально. В сарай и сейчас хорошо. Кузю, видите, где кузя был, нет. Обезьянки нет. Все, всех старых убрали. И теперь... Теперь что, опять по новой. Свиноматок. Только уже что свиноматок оставляем, яких мы видим, какие хорошие, какие много плодников, какая хорошая молочная линя. Посмотрите, сколько тянет поросят. Ну и она же не похудела сильно. Она обычная свинка. Поросятам уже почти 20 дней. И взять тюльпанчу, что она очень похудела? Нет. Взять безымянную, ой, волосы. Не похудела? Нет. То, что кормлю хорошо. И вытягивать поросят. Нормально. Ну, пошли дальше. Покажу, что мы с векой посадили. Подивитесь. Короче, Вика. Что? Вика. Вика. В тиктоке. Надивилася. Хтось там продает. Туя смаранда. Туя смаранда. И... Позаказала. Туя смаранд. Сейчас покажу, где мы первые посадили пять штук. Это те, которые мы брали здоровенькие. Они получаются... Ну, нам сказали метр тридцать. Но они немного меньше. Мы брали их по триста гривень. Дай. По триста гривень одна. Вот мы посадили первые пять штук. Туи. Оце мы брали их заказывали по новой почте по триста гривень. Мы их посадили, не знаю, наверное, уже пять дней назад. Ну, где-то так. Мы выкопали ямки. Купили специальную землю вот эту же с удобрением. Все сделали, как надо. Короче, посадили. Это же будем пропаливать вокруг. А это траву буду косить. И... Ну, а эти вот, короче, эти высоченькие по триста гривень. А то Вика набрала еще маленьких таких, что их... Вона то рассадила их у ведра. Ну... Ті по шестьдесят гривень, да? Маленькие ті. По сто двадцать. А, сто двадцать. А, сто двадцать. Тут такой маленький сто двадцать. Короче, я так тоже подивился, что они, чтобы выросли ей два метра, надо десять год. А я думал, чтобы они сравнились с ангаром, это двадцать год надо. Ну, короче, годов шестьдесят пять мне будет. Вони будут до криши... Да, до криши ангара. Короче, как будет мне шестьдесят пять год, я покажу, как вырастут. Оце сказали по триста гривень метр двадцать. Ну, тут метр... Може, они думают, что от корня метр двадцать. А надо что мерять ось, что над землей, чтобы было метр двадцать. А тут получается сантиметров восемьдесят. Ну, такие красивенькие, ничего. Да. А ось одна, бачишь, какая черненькая, да? Это же, наверное, надо чи обрезать, чи что. Короче, посадили, еще есть маленькие, тоже будем рассаживать. Ну, это на вырост. И мы хотим купить штук... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Штук шесть десять, да? Пятнадцать. Пятнадцать. Двухметровых или два с половиной метра. Пятнадцать штук в конце лета. Ну, чтобы уже жара произошла, и садить их, да? И кто занимается, звоните, предлагайте. Ноль девяносто пять восемьдесят девять двести десять тридцать восемь века. Звоните, предлагайте, а мы вас купим. Штук пятнадцать, может и маленьких. Деревья, которые мы садили не в прошлом, а позапрошлом году. Принял вот, видите, нормально. Вот тоже хорошо. И вот тоже хорошо. Вот тут уже и будут в этом году яблоки, или груша. Груша. Пошли дальше, покажу. Оце грушу нам обрезал Саня, что писала неправильно обрезал. Дивите, сколько будет груш. Дуже много. Все нормально, вкучковано, все хорошо. А, вы видите, я иду мимо ангара. Если честно, я забыл, когда мы корм сделали. Ну а то неделю назад, да? Вика уже и сама не помню. Ну, по-моему, неделю назад. Мы делали две тонны корма Гровера и две финиши, а старт у нас в кормоцеху. Мы еще даже и не подходим. Мы просто… В ту суботу. А, в ту суботу. А, ровно неделю назад. Ну, больше. Ну, еще днів на десять есть. Вот, мы забываем вообще за корм. Мы цветочки теперь садим. Мы теперь садим цветочки. Вот эти ж туи. Ось, смотрите, как я с Богданом садил черешню. Гляньте, какая. Тоже это Саня обрезал. И вообще классно. И мы в прошлом году, я уже ел черешню. Пошли покажу ремонт. Значит, пока хлопцев нема. Они строят в Миколаевне сарай. А у нас же есть знакомый, с которым я делал постройки по ангарам в свое время. Дуже долго. И вот Андрюха нам делал. И в хате в 2017 году ремонт. Короче, везде в доме давно уже делал. И мы позвонили, мол, так и так. И вот он тут тоже делал ремонт. Значит, заниматься он откосы повыводил. Пока только грубо. Попробовал все штробы электрику. Он сделал тут. Нам надо резетка. Потом тут две резетки. Одна под мясорубку, другая там тоже надо будет. Вот тут у нас будет кухня. На рабочем столе резетка. И резетка оттуда. Тут может холодильник будет. Ну или холодильник или морозилка. И все. Зашив гипсом потолок. И тоже пробил электрику. Ну, разводку сделал. Пять лампочек будет. Раз, два. Три, четыре. И посередине пятая. Включаться будут на два разных включателя. Вот тут. Теперь наша печка. Ба-бам. Оце, короче, обкладывал я сам. Это никакой не специалист. Мы никого не нанимали на печку. Мы с дядей Саней ее поставили. Пробили. Короче, все там. Вивели туда. И тут аж цей кирпич, что я купил. Шамотный. Обложил я полностью шамотным кирпичом. Но я обкладывал так, чтобы тут было пространство. Это я верхним кирпичом еще закрив. А воно больше пространства. Десь вот так. Это все мы будем засыпать сухим песком. Ну вообще сухий-сухий. Чтобы хорошо просыпался. Засыпем полностью. Чтобы она при нагревании. И когда нагревается. И когда расширяется. Чтобы не треснула моя обкладка. Ну, обкладка. Ось поддувальце тут так. И тут тоже. Это я не обложил. Это просто у меня этот. Цемент. А у меня тут везде отходы полностью от печки. Там на несколько миллиметров и отходы. Мы уже пробовали и испытывали. Два раза. Я накидывал бумаги. Дров протапливал. Короче, два раза. Тяга вообще супер. Все супер. Осталось ее только покрасить и до ума довести. Ну и сюда песок насыпать. И думаем, наверное, тоже тут красиво обкладываем какую-то плитку. Так. Короче, вот так. Нам осталось там трубу на распорки еще поставить. Ну, закрепить, чтобы она не еде ничего. И утеплить саму трубу. Откосы все. На всех векнах он сделал. Теперь будет штукатурить. Красить. Потолок тоже шпаклювать. Красить. И плитку на пол. Короче, вот так. Идем дальше. Ну, по комнате, кто, ну, как будем потихоньку делать, тут осталось уже не так уж много. Будем тоже показывать. Бо мы прикинули, хлопцы будут там долго. А что нам ждать? Им еще объемов хватит. Нам надо и хату утеплять. Нам надо и плитку ложить. Ну, то есть, много чего. Еще хватит работы. А так. Тут потихоньку не теряем время, как говорят. Робим. Дивите, что у нас тут. Після обезьянки. Обезьянку мы перекрутили. И вот что осталось у нас після обезьянки. Сало перекручено с чесником. Бомба какая. 200 грн банка. Тушенка по-стасяновски. Литровая банка. 200 грн литровая банка. Тушенка по-стасяновски. Где тут цей этот. Та я открыю. Та просто. О. Кто не пробовал. Поверьте мне, возьмите, попробуйте. Вы будете потом только ее брать. Тушенка 200 грн банка. Сало с чесником 200 грн банка. Сало с малиць 10 литровых відер или 10 литровых 600 грн. По 60. Если 1, 2, по 100. Если 5, по 80. Если 5 банок 400 грн. Ну короче, поняли как. 10 штук 600 грн. Я думаю 10 лучше взять за 600 на все хватит. По фаршу. Есть у нас еще фарш? Нема. Уже все. По фаршу мы даже и ролик не делали по фаршу. Бо его разметают. И не надо и роликов. И это у нас богатенько подтянуло. Бо у нас же и Кузя был. У нас же была и обезьянка. Нас собралось много. Тоже много позабрали. И вот даже сейчас. Те кто позаказывал на проби. По одной банке отправляем. Есть заказали вот 2 банки. Банку сала с чесником и банку тушенки. Мы уже утром отвезли. Утром отправили, да. И также позаказывали. Еще надо печатать сало с чесником. И смелость в миске с ножами. Вот допустим, людина взяла бразильский трамантин и мусат за 550. А вот один бразильский, а три китайских. Вот это такой китайский за 200 грн. Вот этот 450. Вот такой 780 бразильский. Видите, какая разница. То есть два, 200 и 770. А похожие. Ну теперь хоть не кажут, что с Китаем торгуют. Китаем торгуют, но только соответственно же цена 200 грн. Оригинал 770. Также это есть на явности. Звоните 095-89-210-38 века. Еще раз скажу. Потому что люди не знают, где номер найти. Ну и все. И переключаемся. Что там в Миколаевне? Что там хлопцы делают? Бо они все догнали. Начали делать фермы. И выгнали на возную ванну. И на том работа по сарае в них остановилась. Не было плит. Приехали додому. Дома трошки поболи не сколько дней. И поехали туда. И сейчас вот это вы будете дивиться, как они уже туда приехали. Так, друзья, спасибо. Вот так вот у нас фермы варятся. Столбцы стоят. Дядь Замин не хвилюется. Все доброе, да? Да. А тут у нас... А что это он с шуруповертом? Денис, что... А что ты с шуруповертом, Денис? Так быстрее и легче. А ну покажи нам, продемонстрируй, пожалуйста. Что это сделал? Готово. Готово. Что, три секунды и готово. Сделано в Украине. На верхний армопояс сараю за пів години навязали конструкцию. Ничего себе. Повага и шана, Денис. А как иначе. Андрюха. Слава Украине. Тьфу. Слава Украине. Слава Украине. Вот так, друзья мои. Слава Украина. Ну у нас просто маска хамелеон сломалась. потому такое прочее ось наша стопти ось наш сарай новозная яма гидроизоляция підсихає ось під канализаційну трубу приемник підсимизатор буде на доски на доски? да всем добре утро после небольшого перерыва мы приехали с Харкова дождались плиты на разгрузку приехал манипулятор привез с тобой досок на ангар хіраўкєбнея сіма? не, не тебе такі ложись Ура! Андрей! Выйди оттуда, вот встань там, где водитель. Ещё на себя. Всё, майнай, майнай. А как мы стропы достанем? Стропы не достанем, похоже. Чего это? Достань. Так, сейчас вам покажу плиты. Вот, собственно, наши плиты. Двух с половиной метровые. Двенадцать палет, восемьдесят штук. Такими стажками. С тажками. Всё, туда следующее включение, когда будем монтировать. Так, ну шо. Установили мы плиты. Размонтували. Ну как смонтували, мы просто сейчас их покидали. Потом перед разметкой первого ряда газоблока. Вот так вот. Семь метрами условия. Всё было ревненько и чётко. Вот такие плиты приехали. В Харківске. В целом, задоволен. Всё пройшло успешно. Нам маніпуляторщик сразу с топками посклав их. А потом уже вручную. Дві людини справляются. Розкладывают. Тут был один момент. Хотел вам его показать. Ось. Были такие моменты. Такие плиты нужно сразу ставить в такие места, где навантажение не идёт на этот край. У нас, как видите, тут... Как бы вам показать. У нас тут внизу иде перегородочка. И, то есть, у нас... Ця плашка полностью на перегородке стоя. Тому ничего страшного в этом нет. Одразу не лякайтесь, если вы так видите. Но тут... Не всё зависит от производителя, как говорят. Может быть... Может быть... Такое, что... В дороге где-то что-то... Ямка произошла. Или что-то такое. Тому не... Сильно не лякайтесь. Такое было. Такое дело. Маніпулятор, когда приехал, доски нам привезли. На ангар. На обшивку стін. Это кровли. Сто на пятьдесят. Четырёх метрове. Покажу вам, на каком мы этапе. А ну, Дэн, покажи свои очки. Дэн, как безопасности соблюдает. Применение необходимости. Вот так вот мы... Ушиваем стены. Как я и говорил, здесь будет у нас на один метр ниже. чем здесь. То есть, на десять метров. Один метр у нас будет уклон. Дрюха, привет! Привет! Да, да! Пять за метр. Пять за метр. А не надо. Сарай, як зажны чекая свого часу. Ждёт газоблок. Ничего, завтра уже должен быть дэк. Всё, ребята, прочуем пластики вверх. Как говорит Стас, всё вверх. И поднимаемся с дивана. И работаем. Пять за метр. Пять за метр.